здравствуйте уважаемые друзья коллеги пчеловоды сегодня в нашей студии в гостях михаил дуран это бывший наш соотечественник миша привет приветствую всех михаил живет в германии уже около 15 лет но я думаю лучше сейчас о себе расскажет ну так коротко значит в 2001 году в ноябре мы приехали это сколько уже 18 лет получается мне тогда было 36 лет как состоявшийся человек уже на украине то есть 36 лет то есть там была квартира машина все было работа хорошая сюда приходишь ни языка не друзей не денег ну денег-то дают поначалу всегда там социальные пособия да ну как каждому нормальному человеку деньги это только какая-то маленькая часть составляющая скажем нормальной жизни человек должен что-то собой представлять я так всегда в моих понятиях было то есть он должен развиваться работать и как говорится реализировать реализовать себя вот я приехал в 36 лет первое еще мне не хватало это именно общение и то что я там уже занимался пчелами мотководством на украине возле мукачева деревня там счастливая такое есть вот это у меня тоже отпало ну и значит дали нам курсы 6-месячные 6-месячные курсы прошли теории немножко подучил но общаться не мог это трудно потому что 36 лет мозги уже не те как у молодых вот и что мне помогло пчеловодство сразу же я начал искать общество нашел это общество и мне дали значит место это самое важное в гармонии получить место где ты можешь поставить еще не было машина на велосипеде ездил значит две семьи купил про украинское пчеловодство рассказывать наверное не буду ну там у меня 30 семей было было небольшая пасека мотководная там я научился трудные времена в то время это 90-е годы это не то что сейчас в интернете ты можешь почитать послушать скажем найти и там надо было ездить не все хотят показать если кто-то хочет то то и то знаешь так со скрипом поэтому приходилось ездить что-то смотреть но затянуло меня это дело скажем каким основной массу людей которые начинают заниматься пчелами затянуло и я там уже влюбился как начал много читать ездить изучать и вот приехав сюда я уже когда пошел в общество и посмотрели люди как я работаю и как я отношусь пчелами я уже тогда сразу увидел что разговаривать я не умею на уровень у меня ну по крайней мере выше скажем среднего у нас было тогда 80 человек я уже сказал пчеловодческой 80 человек да тогда было 80 сейчас у нас общество пчеловодов каран сейчас на 160 то есть гармания растет прости пожалуйста это было общество карники нет такого вообще нет у нас основная масса в то время была карника ну такого вот общество пчеловодов то есть оно объединяло всех вне зависимости от религии правильно ну от породы пчел ты имеешь ввиду да я шучу да у каждого своя религия кто-то верит да да кто-то в карнику кто-то кого-то еще ты знаешь тут даже такой доктор либиш у нас наверное слышали вы слышали известный он говорит а у меня и убины меня нету расы но это не нормально он очень серьезный пчеловод селекционер ну как этот исследователь но что касается вот андрей спросил общество какое вот такое общество общего лучше пчеловодов вот так вот ну и до сих пор на первых порах общество сильно помогло для социализации именно пчеловодческое общество очень значит пчеловоды в основном порядные люди и председатель питер гауга у нас такой теперь он председателем не и сейчас помогает он постоянно кунду подгоняют ну сейчас у меня магазин сейчас я уже помогаю обществу может больше чем общество мне а в то время да особенно тем что он не дал место недалеко он говорит миша у тебя машины нету и вот два километра от твоего дома мы тебе дадим место в то время когда немцы уже стояли в очередь за место очень круто здорово это очень здорово это так здорово что ну и потом второй пункт уже в обществе там когда я уже вступила люди увидели что но сначала как если могу матки выращивать но не так насмешливо ладно разговаривать не умеешь матки может быть кое кто знаешь как и в любом скептически может быть потом когда я вот там старушка отозвалась надо помочь я говорю я готов и вот в этом карты не в шпихуши я сегодня снимал я таксаты перебрал она умерла уже ну в общем вот так из этого общества началась история пчеловодства в германии с двух ульев я много ездил много ездил чтобы поучиться чтобы скажем переучиться на эти немецкие немецкие стандарты это новый язык по по идее все название все а вздруги значит термины да да если скажем не если с немцем который не занимается пчеловодства на что пчел говорит он тоже не будет понимать потому что он не знает что такое брут что такое вайзи цели и что такое маточники все такое понимаешь поэтому это еще как один язык но с другой стороны помогая этой бабульки которая позвала кого-то на помощь я ей сразу поставил скажем так не условия ну просьбу такую в виде требований вот пожалуйста хочу язык учить и корригируйте меня помогайте мне и вот это мне помогло очень она мне как значит поправляла то есть я заодно и язык выучил лучше благодаря пчеловодству и ездя по всякого рода конференциям семинарам а их тут много ну конечно немножко скажем так свои знания последний теоретический вопрос мне он очень интересен думаю будет интересен и зрителям пиши расскажи пожалуйста вот просыпается кто-то в германии утром нащупал в кармане немецкий паспорт говорит дай-ка я стану пчеловодом какие у него варианты дальнейших действий где он должен получиться имеет ли доступ к пчелам любой желающий вообще не имеет значения немецкий паспорт русский белорусский или украинский каждый имеет возможность и значит может всегда рекомендуется если ты скажем какая цель во-первых как это я хочу стать пчеловодом ты вот ну я у себя на домашнем например участке у меня есть свой участок там допустим дом я хочу поставить 10 улев у меня нету ни малейшего представления как с этим работать если какие-то обязательные курсы после которых ты должен имеешь право покупать пчел ставить у себя надо ли согласовать с соседями ты сталкивался с такими ну конечно это все значит курсы обязательно обязательно вообще никакой нету вот у нас в обществе есть курсы проводит матея с такой меня звали чтобы я проводил мои ребята извините так как я еще работаю у меня интернет магазин ну я и работаю на икее на полставки я говорю нету времени пока может быть потом покажу расскажу вот у нас вот в обществе есть такой матьес у него там 30 40 человек каждый год он проводит по субботам курсы эти для начинающих пчеловодов это бесплатно просто все на любительском на любителя все на уровне значит вот помочь товарищу да да что касается возможностей ну конечно место надо иметь то есть есть вот у нас много дачных участков где можно поставить потом первую очередь если хочешь заняться пчелами надо идти в общество пчеловодов пакет сколько у вас весной стоит ну пакет значит я продаю у нас не пакеты у нас продают семьи по весне 130 евро это 10 рамочек с маткой включая 5-6 рамок расплода это с 15 апреля примерно мы продаем вот есть хитринка меня уже 15 апреля семьи в основном на двух корпусах то есть продавая один корпус я себе оставляю один корпус ну я уже конечно отдаю сок оставляю себе там две-три рамки расплода без матки продаю 80 70 процентов у ли я 130 евро да но это такой такая такой скажем ну пакетом или семья что ты сразу в это время 15 апреля ставишь второй корпус и уже нас собирать мёд да и они же могут собирать мёд продавать 130 евро это недорого учитывая что здесь все дороже существенно чем у вас и рамки и ващина и корни и особенно работа поэтому 130 евро это небольшие деньги но все равно я продаю больше живу на продаже пчел и почему потому что я оставляю основную массу семей для отводка вот продажа от водочка вот это хорошая тема мотководство это еще лучше тема уже так открою секрет опять это надо уметь потому что одной семьи которую я не продал весной за 30 130 евро я могу сделать 5 от водка спокойно который продам по 70 евро и еще останется скажем да еще в зиму уйдет зимовать да если я пускаю эту семью на мед среднем по германии скажем я не знаю тоже разные цифры есть но у меня где-то 60 70 килограмм не кочу я если кочевать может до 100 дайте это немного как но это только весенний плюс рапс или взяток у тебя полностью год на год не приходится но 60 70 килограмм это можно взять вот у меня уж пику там это вот в лесу там поменьше зависимости где стоят пчелы да если кочуешь можно достойненько дойти а если брать 60 70 килограмм сколько из этих 60 70 килограмм приходится на рапс у меня практически рапса нету понимаешь а основная масса пчеловода в германии на рапсе сидят ну так рапс у вас и ценится насколько я знаю рапс у вас ценится у нас и я не знаю процентарного отношения наверно в германии может быть даже до половины общей массы меда это не на рапсовом это ну вот я как-то ну такие тачки у меня что фермеры возле меня которые они не сеют рапс а я не кочу его не получается у нас такие короткие вопросы все равно они у нас размазываются ну есть о чем поговорить слушай может быть я размазано отвечаю не нормально нормально все хорошо скажи пожалуйста сколько у тебя пчелосемей на данный момент на данный момент вот именно на данный момент вчера продал одну завтра еще я еще продаю до сих пор у нас общество председатель попросил там того не хватает сейчас 128 у меня семей раскидано на трех точках больше на одном точке уже не эффективно потому что ну можно и 100 семей держат когда поле там 20 гектаров рапса да а если я не качую то скажем так моих 40 семей если я поставлю 60 то наверное меда одинаково принесут понятно то что насыщенность пчелы на на определенную территорию вот 120 семей на три точка там по 40 чем-то среднем вот так вот то есть около 40 можно я короткий вопрос в германии с какого числа семей на одного человека начинается налог ох не хочу себя спалить у меня жена зарегистрирована все порядка пообщаюсь у него все пчеловоды начинают собаки жучки заканчивая правнучки и внучки на всех я точно 30 семей где-то в этом пределе андрей твой вопрос михаил скажи пожалуйста ты вот оговорился что у тебя там порядка 500 моткомест да я правильно понял да в этом году было да сколько отцовских семей тебе нужно на 500 моткомест ну или скажем так сколько отцовских семей нужно на 100 моткомест скажем так ну опять-таки у меня примерно одинаково и поделена по тачкам у меня 3 мотководные . тоже 3 вот скажем в одном шпиху там больше всего там где-то 250 моткомест а в двух других местах еще 250 ну вот возьмемся шпиха где больше всего моткомест вот я там примерно отдаю 20 отцовских семей то есть одна отцовская семья грубо говоря на 10 моткомест да да вот примерно так вот да причем интересно вот что как я это делаю вот значит матки f1 там скажем все да ну f1 у них все трутни как у f0 то есть племенные трутни ну конечно да да это будет следующий вопрос а это следующий ну окей ну это да тогда первый ответил хорошо тогда я хотел что спросить ты покупаешь племенной материал я там знаю и в кирхайне и в институте маян да или какой телефон собью мне позвонил что эрбиратор я там документы один один кадр немец не заплатил 800 евро за матки вот мы сейчас выставляем и такие бывают в германии миша насколько я знаю ты материал покупаешь и в институтах на и в кирхайне и в майне правильный называемая и маян 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 ты поскольку там маток берешь для себя но большинство людей как бы берут там одну-две матки сразу и опускают на материнские там или отцовские семьи ты как-то регулируешь это может ты эту маточку тестируешь как-то сколько ты их штук покупаешь ну скажем скажу факты по прошлому году да с той партии которую я даже тебе еще там пару маточек три мы на обмен взяли с тобой да да кстати твои матки от джо сагута одна шикарная одна на пяти ногах тоже хорошая но чуть-чуть злобливость вот я 299 вот линия 299 322 обалденные линии все три матки хорошие и та которая на пяти ногах до сих пор все живы конечно я их оставил потому что мужчина плетневый если что но 299 она у меня на следующий год пойдет на это бакфаст это мы говорим о бакфасте дело в том что это был прошлый год у нас да это в прошлом году мы поменялись михаил мне три матки стихайна заказал ну и мы не стали друг с другом рассчитываться я забрал один к одному стихайна а миша отдал три маточки там была по моему одна самиланда бакфаст не понял не понял а где я в этой схеме ты все ты теперь навечно в этой схеме вот тогда мы еще с тобой так отвлеклись от темы я вопрос понял я покупаю в среднем 10 маток в год или отправляю своих на острова в этом году свои отправлял на все три острова и на юс и на лангерот и на еще на один уже не помню теперь на кирхайновский или нет а у кирхайна нет острова у них горный облетник да не у кирхайна острова 8 ну примерно 10 маток я беру островных и значит тестирую первый год от них прививки не берутся и по результатам работы по опыту скажу из десяти две-три матки которые супер две-три матки которые так себе ну и всегда почти всегда бывает швот ну вот между ними есть самые лучшие то есть я беру и в кирхайме и в целе и в майне и ребят из своих вожу то есть набираю базу маток из этой базы значит отбирается лучший материал который идет на прививки скажи пожалуйста по каким критериям ты выбираешь материнские линии по которым по каким выбираешь кого поставить в отцовские какие критерии отцовские остаются те которые я брал скажем в прошлом году я брал от пешица вот там все отцовские остаются они плохие быть не могут потому что я уже их выбрал да понимаешь потому что она уже была от хорошей матки то есть они остаются от f1 они все отцовские и они плохие быть не могут одно что я меняю материнскую линию и вот и получается получается лучшая материнка с племенными трутнями хороший значит значит с племенными трутнями прошлогодними и в принципе по теории все сходится должно быть все шик чем чинарем ну скажу честно в германии насыщенность очень большая и конечно разбавляет не пак постой с рыжизна появляется по-любому в f1 f1 ки обычно лучше их нулевых да это ж так уже так всегда было наверно ну рыжизна появляется это не значит что матки хуже потому что хороший бакфаст он добавляет свои ангеншафты кармники и там трудно трудно сказать понимаешь трудно определить что будет лучше где появится злобливость потому что там же идет до 15 трудней да я думаю преимущество немецких фадимок перед башен именно в том что у нас очень много племенного материала и учитывая то что много племенного материала и много племенных трутней и это крутится в этом регионе да там я говорю даже вот у меня тут знакомый опять таки он у него большая бакфас от моего от моей кармники где-то километров пять наверное я чувствую от рыжизна появляется но качество маток при этом хороший вопрос вместе с рыжизной появляется что-то еще негативное от бакфаста ну ты спросил по каким критериям наверное уже отвечу да да давай скажем так по критериям тех которые от которых которые меня требуют мои клиенты миролюбивость основной критерий для немецких скажем так сытых пчеловодов или вообще сытый нас и так оно есть это миролюбивость они в основном то с пчелами играются живут от пчел ну только эти беру с инкеры которых не так да основная масса это любители которых 3 5 10 семей понимаешь и вот они все хотят иметь пчелы для того чтобы показать детям показать в садике у каждого 2 своя шау кастин то есть показной улей через стекло ну и вот все хотят что мирные пчелы логично дети детсадики ну и самому приятную и мне приятно работать с мирной пчелой по поэтому первые критерии миролюбивость и и мед чтобы хорошо носить а основные параметры той зимостойкость как такой проблем это у меня не было у нас зима мягкая нас пчелы облетываются и в январе и феврале ну и вообще учитывая это потепление не поймешь когда не когда что будет с одной стороны труднее стало потому что тяжело выйти на безрасходку зимний период у вас там же расхода наверно нет у нас тоже тоже проблема потепление тоже периодически штормит тоже зимой иногда может ударить оттепель на неделю-другую а потом снова мороз и поэтому от этого мы не уйдем 23 сегодня число я в августе по моему не помню какого числа посеялся в огороде фаселию ну так ну были у меня семена у меня пчелы сейчас на фаселию работают ну на своем на этом небольшом участке да буквально сотка там какая-то у меня фасели этой но пчелы вылетают у нас 20 градусов сейчас которые работают круглогодично они из подснега будут разгребать эту фаселию они не только ворота лиран но и снегоустойчивые у него пчелы поэтому ждите новых поставок я это я запилил там видео у меня есть на телефоне я вот сюда вставлю там такое маленькое где пчелы на фасели именно вот сейчас это 20 числа или какого-либо 18 но проблема в германии та же я вот и хочу спросить горчицы как зимуют они у вас если они червят червят вот женя руть говорил что там и в ноябре еще червить будут как ну то что будут не будут это никто не знает потому что ну как погоду мы видим на неделю а то что все дальше там ну как охотник сказал да на данный момент да очень тепло и в основном если есть расплод и если так как ты вот еще посеют фасели это ты еще расплод да но у нас горчица много это на типа рапса но ее дают перепахивают как удобрение да но слава богу у меня этого нет все равно пчелы пульцы носа где-то находят что-то и червят ничего в этом страшного нету я считаю конечно это трудно поменять можно изоляторы делать ну если пчела хорошо обработана и если она сытая и нормальной силой семья то этот расплод ну да сидят немножко больше формат на вопрос к тебе по обработку чем обрабатывать значит вот такое такое листы есть у нас разрешенные в германии препараты я могу зачитать его зачитай мы поверим тебе не а я предлагаю потом миша сбросит фотографии мы сделаем заставку да да это разрешенный это еще не значит что тут есть разрешенные тайвайзе то есть частично или значит с разрешением ветеринара и так далее или разрешенный определенный период то есть безрасходный период амитрас кстати есть где он тут есть у нас апитрас он называется но действующее вещество амитрас но она по предписанию ветеринара идет полоски и сколько раз можно их устанавливать в течение сезона здесь по предписанию ветеринара я не приписывал я скажу хочу сказать так вещь я не хочу сейчас сказать что мы в германии или германские пчеловоды умнее советских и бывших советских скажем советское пространство украинцев русских или белорусов потому что чтобы никого скажем не обидеть или люди занимаются годами обрабатывают тем же амитрасами тем же лометрином то есть полосками на этих основах и сейчас обрабатывают и считают ну я не хочу как говорится вот сказать что они неправильно делают или вот почему так переходите на кислоты и все такое потому что я больше скажу вот даже по тем людям которые здесь гармонии русскоязычные пчеловоды очень сильные очень профессиональные хорошие пчеловоды у нас немцам много но во многом есть чему поучиться у нас ну и мы у них может быть это наше преимущество что мы можем то есть я могу и в немцы учиться и у русской литературы youtube и вот и где-то выбирать из этих двух что-то среднее что-то лучшие а правда всегда посередине наверно но ты кислотами пользуешься лично конечно 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 я поверну тогда наверно телефончик я покажу я тут приготовил немножко вот так вот подожди наверное наверно наверно это самое разверну как она будет вот так вот что ну ну вот уксайзойре это шляпе на и кислота порошок мильзойре это молочная кислота ну тут 80 процентная она 15 процентный используется это брызгание пара на рамки из росинки и амайзойре 85 75 перечеркнуто есть в этом деле немножко дурдома даже по землям по-разному и вот скажем один из препаратов один из самых популярных либишвердунста вот видно не видно вот такая штучка она ставится на рамки это промокашка виши пчел уже разрезают не попал и левее это называется либишвердюнстер да мы не это величие хайдик андрей ну я не помню наверняка это один из самых популярных есть наса гайде там разные варианты на сайте профессионал потом наса гайде он там то есть усовершенствовался да ну в общем миша эта штука применяется для муравьиной кислоты для медленного распыления кислота тяжелая для медленного испарения там наливаются 90 до 120 миллилитров скажу вот мое мнение я пользуюсь кислотой в германии в принципе довольно большой падеж пчел потому что вот эти разрешенные вещества в основном кислоты с ними надо уметь пользоваться мышь они действуют они работают но они очень импинг лишь то есть много зависит от многих параметров температура влажность воздуха где ее поставить значит когда в общем эти параметры эти вот вещи все и это сказали вот пользуйте с кислотами и молодой пчеловод значит граница между жизнью пчелы и клеща и этой кислотой очень такая знаешь на грани на острие ножа скажем очень тонко дождешь семью или не дождешь тем самым и клеща не убьешь вот надо это поймать этот момент который как я уже сказал зависит от многих факторов поэтому где-то немножко поджог то есть посыпалась молодая пчела сожжется расплод это даже нормально потому что здоровое ядро остается и тогда ты клещ хорошо даванул да ну вот это эти все все вещи надо надо чувствовать а учитывая погодные катаклизмы в этом году в августе невозможно было обработать потому что основная обработка идет в августе потому что 40 градусов было и пчела бывает выкучивается из литка и многие отказываются от этих кислот даже в анденбонгер ты знаешь да я как-то ее дочку или спросил они не все охотно делятся кое-кто делятся кое-кто в общем она говорит нет мы не обрабатываем щавелькой я говорю чем обрабатываете полосками и все больше она ничего не хотела сказать как-то или список и рис молодая еще йохан он может что-то сказать ну уже в силу своего возраста он понимает что тут там скрывать особо нечего она да немножко партизанка мы у них же были в этом году тоже и он уже сдала на инка инка мастерин на прошлом году показывала мне удостоверение сдала на ну как мастер это на мастер я больше могу рассказать про ирис мы готовились к встрече когда готовились к интервью я искал информацию и на самом деле крутая во-первых она не пользуется практически именем отца у нее был период когда она училась и получила образование банковского работника и только некоторое время тому назад она решила стать все-таки пчеловодом вот когда она училась на мастера пчеловода она написала так называемую дипломную работу она исследовала в течение нескольких лет вопрос как отличается качество матки хотя из размера тестируя три категории маток маленькие сна маточников исходя из размера маточников какие получаются матки исследование еще не закончилось ну так понимаю на третий год уходит и вот она пытается выяснить влияет ли размер на качество матки по всем критериям на медопродуктивность на витальность и т.д. и т.п. и она писала дипломную работу так эта дипломная работа как экзамен на мастер-интермайстер была признана лучшей в Германии в том сезоне когда она сдавала это в прошлом году было да значит в прошлом году она очень грамотная девочка да и когда мы общались с Йоханом и с Ирис у нас тоже сложилось впечатление знаешь что она молодая она еще ей надо многое доказать тем более на фоне отца да но отец уже философ от пчеловодства он уже настолько наполнен что ему не поделиться уже тем более чем что-то скрыт очень порядные люди кстати Андрей Кирис ты видишь она с одной стороны вот тыга с другой стороны она ездила в Аргентину как там на долгие годы потом на долгие месяцы потом в Польшу то есть они ездят они смотрят они учатся и мы с Андреем ездим и учимся мы хотя бы к ним уже к тебе в Польшу в Польше они очень благодарны и Йохан и Ирис говорят что ездили в Польшу учиться искусственному осеменению и Йохан написал книгу и в книге там благодарить семью Вильда если не ошибаюсь за то что они их и приютили и очень помогли с обучением очень серьезно да я с ними работаю плотно они у меня много берут я у них кое-что поэтому только хорошие могу сказать с такими людьми приятно работать да он такой даже мужик такой вот сам по себе с ним общаешься с ним приятно общаться есть сычи такие да такой надутые насчет маток я не знаю его матки я не брал не знаю мы в следующем году мы взяли у него сколько у нас там наверно спиток маток у него не важно мы взяли материал будем тестировать будем пробовать кроссы да есть что попробовать его материал в этом году стоял бактваст на этом на маркете на маркете стояли томаса рупеля 43 семьи очень хорошие отцовские семьи ну и томас рупель авторитетный пчеловод тут сказать нечего вот мы взяли хотим в следующем году проверить миша скажи пожалуйста вот из твоих 500 маткомест какое количество матов за сезон выводишь и есть ли у тебя у самого какие-то предпочтения бактваст или карми цифры ну я точно даже не могу сказать где-то в районе 2000 было это я не один делал учитывая то что я в магазин меня и много траколий я брал ребят помогают мне из общества беру иногда то есть ну как я условно говоря деньги все мне шли да Михаил главное это самое главное хорошо было и целый год была нехватка пардон то есть хороший спрос был да Михаил сколько семей воспитательниц у тебя ну на всех точках скажем так ты ж эту цифру 2000 маток со всех точков озвучиваешь не увидишь ну да да это со всех точков да во первых там был вопрос предпочтения бактваст кармика или сразу на что отвечать на что хочешь ответь сколько семей воспитательниц нужно для того чтобы сделать 2000 маток на каждой пасеке примерно пять воспиталочек вот так вот я даже так нет уже вот там пять там больше там меньше потому что воспиталки я держу не круглый сезон то есть не с мая по июля я их использую где-то полтора месяца и потом меняю а как ты воспиталки используешь ты подставляешь печатные расплоды туда да первые начинаю да во первых вот сильная семья скажем на трех этажах решетки не ставлю самые сильные семьи это у меня воспиталки да три этажа когда забита пчелой убираю один этаж пускаю их на два этажа если три забита то два уже будет будут на разрыве да то есть прости пожалуйста мы условно говоря говорим про додан или дочь масс у меня все только один только в одних ульях Сандер дочь нормал какого размера я уже показывал как какого размера рамка Сандер это рут 477 на 220 да как этот ланштрон ну все похоже на рут ну вот эти три этажа по десять рамок вот такая такая семья которая уже три этажа полные я их опускаю на два этажа то есть один этаж упираю с раками пчелу в два этажа там плотность очень сильная тогда и это и есть воспиталка да ну это хорошие семьи здоровые хорошие семьи важный элемент что когда ставлю воспитательную рамку на воспитание значит хотя бы с одной а может даже с двух сторон чтобы был открытый расплод с одной то есть температура влажная влажность воздуха чтобы соответствовало ну я говорю уже про воспиталку до этого идет стартер понятно а стартуешь ты как а стартую просто безрасплодная полностью семья которая не имеет открытого расплода как ты это сделаешь тоже должна быть сильная семья может быть на одном этаже может быть на двух этажах ну не должно быть открытого расплода вот скажем даже если есть открытый расплод вот ты его убираешь четыре шесть часов ей достаточно в этом сухом состоянии скажем так без открытого расплода чтобы она хорошо приняла личину ну и на старте конечно даю если воспиталку я даю там одну рамочку могу сейчас показать кстати вот такую рамочку что я даю ну вот так будет видно вот такая рамочка где-то идет на одну воспиталку это уже все тут заключенное да так она я пользуюсь никотом да мы сейчас понятно что европа самое что не есть что не есть вот наверное передовой это никот да не то что каждый свое болото хвалит просто кто попробовал никот тот наверное больше на восковые не перейдет ну опять таки это вот такая идет на воспиталку тут 24 маточника да стартер идут я три ставлю примерно вот две-три то есть да три и даже иногда и четыре если двухэтажный стартер ну вот как я уже сказал 50 личинок запросто стартанет конечно и потом раскидываешь конечно а потом раскидываешь ну опять таки стартер должен быть сильный потому что все таки там находится личинка находится сутки и она должна получить избыток маточника хотя она там уже много пока не возьмет она маленькая но все равно все равно должна быть Миша есть один важный теоретический вопрос важно услышать твое мнение если у тебя есть свои собственные наблюдения понятно что это наверное научный вопрос я не рассчитываю на глубокий научно обоснованный просто нужен твой опыт влияет ли характер семьи воспитательницы на ту личинку которую она выкармливает то есть если в семью с повышенной агрессией поставить на воспитание личинку привитую от высокопородной там селекционной матки с миролюбием есть у тебя свои собственные наблюдения на эту тему ну наблюдения вообще скажу так вот я если семья злаем я с ней воспиталку не буду делать передается не передается трудно сказать многие говорят передается многие говорят я и по своей по своему опыту я даже слышал что даже окрас копчил это уже не правда то есть если я скажем на острова посылаю своих своих маток да и скажем карнику воспитаю в воспиталке бакфаста рыжизны точно не будет понимаешь от племена она будет серая передаются ли качества с маточным молочком я стараюсь плохих не держать поэтому особенно плохих и вообще я наверно Андрей видел я без маски работаю и это помогает мне очень в том что я если злая матка я ее просто давлю я от этого укажу Миша беспощаден до двух не считает короче за полторы сотни евро матку давит и говорит она мне не нравится вот она в том году я там купил она до этого года дожила потестировал не пойдет и он ее давит богатых свои привычки я понимаю нет нет а ему просто я так понимаю что ему просто кому-то отдать ее даже если отдать то ну это как знаешь как не доесть яблоко и кому-то отдать на по кусаник этот поешь ну да если она плохая ее надо задавить есть такое что вот подари мне там плохую я говорю нет ребята извините плохую ну зачем это же врагу надо нет не злопамят я такого же мнения на тебе боже что мне не гоже да ну я спрошу Миша вот у тебя четырехместные нуклеусы с литками в разные стороны да скажи были такие случаи чтобы пчелы ну скажем друг друга там ну они же чувствуют все равно маток это ж в одном можно сказать в одной комнате четыре матки хоть там и стоят перегородочки но тем не менее запахи наверное какие то переходят да друг другу скажи было такое чтобы пчелы слетали с одного допустим оставляли матку на горстке пчелы и уходили в соседних более сильные или лучшие матки ну эти случаи бывают при первом заселении вот при первом заселении если там плохо выдержали по каким то другим причинам тут мы делаем немного хитро то есть мы открываем не сразу все литки открываем поочередно да ты меня так научил ну а так я с тобой немножко не соглашусь что что там эта перегородка матки чувствует может если даже чувствует то я этого не заметил по крайней мере у меня дна глухие сейчас я уже заказал и открытые дна но снизу буду ставить еще под сеточку перегородку чтобы они не обнюкивались ну и то есть все функционирует облет перелет если она уже облеталась пчела то этого нет то что матка залетает бывает не туда это бывает ну что ж убьют причем часто бывает если уже скажем перепутала матка то там уже убьют не одну а обе матки ну это бывает это не правило это исключение понятно я задаю ты спрашивай миш когда ты прививаешься по какому принципу ты выбираешь личинку которой прививаешься ну по принципу маленькой и по принципу значит как сказать чтобы она ну не было значит не экстрим много молочка не экстрим мало молочка именно не с самого края а желательно к серединке то есть никаких экстримальных вещей ну и мы подставляем значит рамочки под засел как говорится завтра мы три дня перед этим поставили рамочки и серединке вот самые стандартные скажем никаких отклонений ничего такого знаешь бывает так что там сильно залито молочко как если ты там не поставил рамочку тебе кажется ох возьму туда нет стандартные личиночки не дал спросить не дал спросить ответил сразу на мой вопрос я хотел спросить подставляешь ли ты сушку за сил давай тогда я еще пару вопросов задам и будем отпускать хорошо миш по сложившейся у тебя сейчас клиентской аудитории это немцы это наши соотечественники как распределяются заказы какие сложности с кем тебе приятно работать с кем работать не хотелось бы но приходится ну скажем скажу сразу по практическим значит в Германии очень много русскоязычных пчеловодов процентном отношении я бы даже может сказал процентов 30 Казахстан, Россия, Украина, Беларусь может быть Прибалтика в общем очень много у меня в основном немцы клиенты и в основном клиенты вот то что я уже говорил люди которые любители совсем любители там до 10 семей ну есть у меня клиенты которые берут на перепродажу маток вот сейчас один должен 800 евро не заплатил такой гердоль многие могут причем он платил платил там пару заказов по 30-40 маток потом раз ну аферист самый настоящий аферист вот сейчас будем судиться ну такие херы бывают да не только херы да да такие херы бывают о чем я говорю что в основном то люди порядные пчеловоды и матки мы тут высылаем не по предоплате а именно сначала товар потом деньги маленькие пчеловоды по 2-3 матки он всегда заплатит по 5 маток а вот такие вот может быть где-то поэтому уже буду наверное выходить на предоплату а в принципе русскоязычные очень порядные ребята и не то что порядные серьезные очень эту тему вникают и я с удовольствием делюсь и как говорится обмениваюсь какие-нибудь курьезные может быть моменты связанные с пчеловодством вспомнишь в этом сезоне или в предыдущих что тебя рассмешило в последнее время ой даже не знаю так спонтанно наверное а два опис рассмешил да я тут только-только могу я уже говорил не респект просто респект ваш уровень это Андрей напрашивается на комплимент Миша мы все равно это вырежем спасибо большое действительно я представляю что в это надо вкладываться вы же как как и те которые в это надо вкладываться как я говорил что вкладываться так и вы поехать в Италию куда-нибудь в другом месте это надо снять готель это надо заправить машину так что и то что люди это все бесплатно могут видеть это очень серьезно это очень очень круто и поэтому во первых я говорю я с уважением отношусь и к Ашковскому и к нашим именам которые ну они где-то остались уже ну как просто то что они занимались в 80-е конечно это новые технологии а вы это делаете сейчас вы приносите вы показываете вот респект спасибо спасибо мы не напрашивались на комплимент что что дальше приезжайте приезжайте можем как-то что-то конкретно посидеть мы когда виделись в Кирхайне в Кирхайне да в апреле мы были да 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 в апреле у меня вопрос такой Миша как ты смотришь если вдруг аудитория стрепенется оживет и захочет тебе задать какие-то острые наболевшие вопросы к тебе как с одной стороны соотечественного ты у нас свой среди чужих чужой среди своих да если захотят задать вопросы у меня идея если мы насобираем больше 50 вопросов может быть мы снимем еще одну передачу конечно можно потому что пчелы там уже как спят да летом это трудно а сейчас нормально пользуясь случаем тогда я может быть не рекламу а запрос действительно мне надо человека на лето на работу от кого-то молодого может быть выставить там где-то мои телефон мой есть у Андрея Михаил пользуясь служебным положением решил объявить вакансию которая открывается сейчас он скажет с какого по какое число если для кого-то будет актуально обращайтесь либо напрямую к Михаилу либо к нам мы передадим контактные данные итак Михаил кого ты ищешь в помощники ну на данный момент скажем по минимуму давай на сезон вывода маток с мая по август на три месяца скажем мне надо молодого человека который умеет опыт работы что не 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 может мы можем научить желание главное и умение переносить личинок скажем умение метить маток отбирать вот такая элементарная работа и опыт работы на большой пасеке или на мотководной пасеке Михаил во первых большое спасибо что уделил нам свое время понимаю что немецкое время дорого несмотря на то что начался межсезонье период между одной активной работой и другой мне было очень интересно узнать тебя получше очень интересно обсудить те вопросы которые мы обсудили к сожалению мы успеваем обсудить не все вопросы и у меня здесь предложение для всех кто посмотрит это видео если будут вопросы их будет ну предположим больше 50 мы с Михаилом договорились что он готов будет еще раз встретиться с нами вот в нашем виртуальном режиме и ответить на по возможности на все вопросы которые ему будут заданы максимально открыто а тва апис very very good